Всем привет! Вы на канале Сергей Гончаренко. Сегодня мы распакуем вот эту посылку, в которой находится Mi Band 6-го поколения. Да, кстати, заказ я оформил еще, можно сказать, по предзаказу в тот же день, когда была презентация Mi Band 6. И, честно говоря, с большой задержкой он доехал. Обычно доезжали быстрее, но, как вы видите, уже очень много и обзоров, и распаковок на него вышло. А ко мне он только попал. И да, смотрите, те, кто выкладывали полноценный обзор, это не полноценный обзор, это пользовались им один или два дня. Но как они могут судить о его работе, о автономности, о том, как правильно подсчитывают датчики, шаги, пульсометр, пульсоксиметр. Этим нужно пользоваться, только потом делать уже полноценный обзор. Ну, у нас так принято, нужно собрать побольше хайпа и выпустить видео с обзором в первый же день или в первые же часы, как только ты открыл посылку, включил, подключил, ты уже делаешь обзор. Нет, это неверно. У меня, по крайней мере, так не будет. Сейчас мы посмотрим в целом на Mi Band 6, на первое впечатление. Ну, а потом, как обычно, полный подробный обзор. Ну, если, конечно же, вы хотите. Полный подробный обзор с большинством тестов этого браслета. Ну, если хотите, конечно же, сравнение с Mi Band 5-го поколения. И да, кстати, у меня Mi Band всех поколений были, начиная от первого и заканчивая уже шестым. Итак, смотрите, это китайская версия. Существует две версии. Mi Band 6 обычный и Mi Band 6 с NFC. На сейчас переплачивать за NFC версию я смысла не вижу. И покупать лучшую обычную версию без NFC. Первое, это то, что NFC в наших странах не работает, по крайней мере, на данный момент. И я думаю, что и не будет работать пока. А второе, это то, что в версии NFC нет русского языка. А вот в такой вот версии без NFC, китайской, язык русский присутствует. Ну, сейчас мы это все посмотрим. Ладно, давайте теперь откроем. Упаковка примерно такая же, как и была раньше. Доехала, кстати, как вы видите, у продавца очень хорошая упаковка. И да, по цене, смотрите, ценник на него при заказе я платил где-то около 36 долларов. И сейчас от цены есть от 35 до 40 долларов. Знаете, что 35 нормальная, адекватная цена. Если хотите, можете покупать. В комплекте сам Mi Band. Дисплей уже включен, кстати. Зарядные устройства. Кстати, зарядные устройства Mi Band 5 и Mi Band 6, они идентичные, подходят друг к другу. И это хорошо и удобно. Я больше всего ждал, что такие зарядные устройства начнут использовать и выпускать ранее. Вот он, Mi Band 5 и вот он, Mi Band 6. Классно. А знаете, что еще очень хорошо? То, что все ремешки взаимозаменяемые между Mi Band 5 и Mi Band 6. Как вы видите, размер остался прежним, зато дисплей значительно больше. Ну и по внешнему виду. Как вы видите, в Mi Band 5 здесь была еще кнопка, в Mi Band 6 здесь никакой кнопки нет. Вот очень хорошо видно, какой дисплей. Есть нижний подбородок, как в смартфонах, немного больше, верхний меньше. И получается, что управление здесь все будет жестами. Кнопки привычной нет. К этому нужно будет привыкать. Я думаю, проблем не будет. Толщина, ширина, высота будут идентичны, так как браслеты взаимозаменяемы. Это хорошо. Но что нового, то здесь добавился новый датчик для измерения кислорода в крови. То есть здесь присутствует еще пульсоксиметр. Ну и два самых главных изменения и нововведения. Это то, что больше дисплей и есть измерение пульсоксиметра. Есть там, конечно, некоторые другие мелочи, о которых мы поговорим немножко позже. Но сейчас попробуем подключить к смартфону и проверить, как работает. Подключать по-прежнему мы будем к Mi Fit. Заходим в профиль, добавить устройство, браслет. Согласен. Доступ предоставляем. Подтверждаем привязку. Как всегда, сейчас пойдет обновление, загрузка, установка, чтобы язык загрузился. Возможно, новая прошивка. Было восстановление настроек. Набираемся терпения. Но давайте посмотрим, что нового в Mi Band 6. О чем говорит производитель. Здесь компактный, но большой дисплей. То есть, ну, они, наверное, хотели сказать, что дисплей остался как прежде, размеры. А сам дисплей увеличился. Дальше. Измеряет пульс и кислород в крови. Мгновенные уведомления о нарушениях сердечного ритма. Может быть, здесь датчики поставили новые. Вот очень интересно, потому что в Mi Band 5 датчики неплохие были, но далеко не точные. 30 типов тренировок. В предыдущем браслете их было меньше. И, смотрите, еще одно нововведение. Это оценка качества дыхания во сне. Это очень интересно. Посмотрим, как это будет работать. И вот, я не знаю, у кого-то вы с обзора видели, чтобы... Ну, да, может быть, кто-то и упоминал, что это есть. Так как вот здесь вот это вот все показывается. А как оно работает, какие результаты, я, честно говоря, не встречал. Да, зарядите браслет. Хотя нет, включить браслет получилось. Подключился он 6% заряда. И смотрим сразу же, сразу же, сходу. Русский язык здесь есть. Статус, пей, уведомления, тренировки, настройки. Все здесь есть. Ну, и пока я смотрел настройки браслета, а также подключил его к зарядке, пришло обновление. И после того, как браслет обновился, зацените, какая анимация при зарядке. Очень интересно, прикольно, смотрится замечательно. По работе приложения и настройкам здесь осталось практически все по-прежнему. Единственное, что изменилось, так это в мониторинге сна и здоровья есть возможность включить мониторинг качества дыхания во сне. Ну, это то, что я вам и говорил. И смотрите, для того, чтобы правильно его протестировать, включаю все, что только возможно. А также мониторинг пульса непрерывно 24 на 7. Ну, и давайте сравним два браслета или два дисплея. Mi Band 5, Mi Band 6. Как вы видите, значительно больше Mi Band 6. По яркости, ну, по первому впечатлению, примерно идентичные. И сами цифры, отображение все немного крупнее. То есть, видно здесь будет однозначно лучше. Меню, давайте посмотрим. На одном дисплее располагаются сразу по два пункта. Когда в пятой версии только один пункт. Этим поинтереснее. Ну, и шрифт, обратите внимание, немножко больше все равно получается в Mi Band 6. Теперь вкратце по функционалу. Как вы видите, пробуждение по ТАПу есть. И это очень хорошо, потому что в некоторых смарт-часах этого не хватает. Здесь по ТАПу пробуждается. Классно. Вправо-влево. Это у нас виджеты. Они настраиваются. Я уже посмотрел, через приложение можно настроить. Это состояние. Это пульс. Это кислород в крови. Уведомления. Тренировки. Управление музыкой. И главный экран. Свайп снизу вверх. Или же сверху вниз. Это вход в меню. Итак, смотрите. Статус. Pay. Пульс. СПО2. Кислород в крови. Уведомления. Тренировки. История тренировок. Уровень стресса. Дыхание. События. Будильник. Будильник. Добавить. Кстати, видите. Сейчас уже можно добавлять будильник и настраивать его на самих часах. Погода. Alipay, который у нас не работает. Мировые часы. Ну, по крайней мере, на данный момент. Камера. Управление камерой здесь точно так же присутствует. Режим без звука. Настройки. Что в дополнительном? В дополнительном секундомер, таймер и найти устройство. В настройках. Дисплей. Не беспокоить. Можно включить быстро. Не беспокоить. Хотя добраться сюда. Вот это вот максимальная яркость. Очень хорошая на данный момент. Это минимальная. Практически ничего не видно. В полной темноте, наверное, будет хорошо. Вот минус, конечно же, бегущая строка. Это не всегда удобно и не всегда успеваешь прочитать. И нужно постоянно тапать по экрану, чтобы подсветка не выключалась. Или устанавливать более длинную подсветку, чтобы посмотреть, что здесь все-таки написано. Определение активности нужно включить постоянно. Давайте включаем все, а там пускай сама определяет, что у нас. Перезагрузка, информация, сброс настроек и сведения. Ну, вот это вот, в принципе, все. Ну и вот как они смотрятся на руках. Это Apple Watch Mi Band 6. Как вы видите, Mi Band 6, ну, примерно той же толщины, что и Apple Watch. Ну, более компактные. Видно хорошо. С руки управлять, в принципе, нормально. Свайпы работают адекватно. Можно сказать, за несколько минут я привык уже к управлению. И это хорошо. И, как вы видите, жест блокировки здесь точно так же работает. Если мы ладонью накрываем, дисплей блокируется. Точно так же прикольно, как и в Apple Watch. Давайте для примера сделаем замеры по пульсу. Замер делаем на Mi Band 6 и на Apple Watch. Mi Band уже показывает предварительное значение 87, Apple Watch 84, 85. Ну, как вы видите, они примерно одинаковые. Вот, все, вышло на один уровень. 84, 82, 85. Это, можно сказать, нормальное, адекватное значение. Кто-то показывает измерение быстрее, кто-то немного медленнее. Может быть, даже и Mi Band 6 с новыми датчиками будут правильно и быстро отображать и определять пульс. SPO2 в крови. Посмотрим, что будет, как будет измерять. Сразу же показывается пульс одновременно и измеряется кислород. 97, 98% кислород в крови. Сейчас у меня проблем с дыханием и с кислородом нет. Я думаю, что вполне адекватно и примерно правильно он будет показывать. Ну, конечно же, мы понимаем, что это все не медицинские приборы, но в итоге, да, хорошо. И знаете, что, меня очень сильно интересует, можно ли, давайте включим ходьбу, go, хорошо, GPS здесь по-прежнему нет. Можно будет ли выходить с режима тренировки. Итак, здесь есть пауза и есть управление музыкой. Кстати, раньше этого не было. Да, выйти в основное меню у нас не получится, к сожалению. Только после того, как выключим тренировку. Ну и давайте попробуем измерить уровень стресса. Итого 60% умеренный стресс, мне нужно как-то успокоиться. А для того, чтобы успокоиться, здесь есть дыхание. Нужно будет глубоко дышать, успокаиваться, и тогда стресс, конечно же, уменьшится. Ладно, шучу, может быть, кому-то это интересно. Ну, вот как-то так. Это самое основное, что по данному браслету есть, что можно было быстро проверить, попробовать и протестировать. А что же по поводу циферблатов? Давайте посмотрим. Зажимаем циферблат и смотрим. Три стандартных. Ну, вот это вот от Mi Band 6. Очень хорошо он настраиваемый, я так понимаю. Да, смотрите, можно настроить отображение. Что будет здесь? Хорошо. Можно здесь настроить отображение. Здесь, смотрите, три поля, четыре, шесть полей можно настроить. Три снизу, три сверху. И это классно, круто, потому что, ну, просто-напросто быстрый вход в то или иное меню, или просто-напросто вы быстро можете понять, что здесь отображается, что очень круто. Ну, а если зайти в приложение, посмотреть, здесь у нас есть первым пунктом идет кастомные циферблаты. Это те циферблаты, с помощью которых вы можете, ну, самостоятельно их можете настраивать. Ну, во-первых, шрифт менять, вы видите отображение, да. И второе, можно устанавливать фон. То есть, вот этот вот фон вы установите в свою картинку или свою фотографию. Плюс ко всему, посмотрите, их много разных вариаций и по-разному отображается текст. Это для того, чтобы не перекрывать ту или иную картинку, что можно настроить или фотографию. Ну, плюс стандартные, смотрите, здесь есть разные китайские анимешки, которые, может быть, не знаю, анимешки или что это, или японские аниме. Меня это не интересует, разные мультяшки прикольные. Вот больше интересуют вот такие вот, где хорошо будет видно время, дату и всю информацию, которые более информативны. Вот, посмотрите, такие, может быть, интересны будут. Вот такие вот более информативные. И еще очень интересует, нужно будет, но это я уже в полном подробном обзоре расскажу, есть ли возможность установить приложение и с помощью приложения устанавливать другие сторонние циферблаты. Так как на предыдущих поколениях Mi Band были такие возможности, и это было хорошо. Но я думаю, здесь не меньше сотни разных циферблатов будет, что очень, в принципе, хорошо. Давайте попробуем какой-нибудь установить. Ну, вот можно вот примерно так. Изображение, процент заряда, дата, время, количество пройденных шагов, калории, дистанции, и, может быть, еще что-то там можно добавить. Ну, вот, смотрите, или примерно вот так. Как вы видите, изображение вверху, моя фотография, причем дисплей довольно-таки неплохо отображает и цвет, и четкость, и резкость. Здесь все очень хорошо. Ну, не зря производитель заявляет, здесь 1,56 диагональ дисплея, 326 ppi плотность пикселей. Это очень хороший результат, потому что не у всех даже смартфонов такие варианты есть, но и яркость 450 нет. Как это будет смотреться на солнце, нужно будет проверить. И остался открытым еще вопрос по автономности. Батарея здесь те же 125 мАч, как и в Mi Band 5, и точно так же производитель заявляет те же до 14 дней активного использования этого браслета. В итоге я помню, что у меня получалось где-то около 12 дней на Mi Band 5, включены все, что можно, все уведомления, и думаю, что около 10 дней будет получаться на Mi Band 6. Хотя это только предположение. Естественно, полные тесты в подробном обзоре об этом фитнес-трекере. По данному видеоролику у меня, в принципе, все. Все ссылки Mi Band 6 я оставлю в описании под этим видео. Ну, можно, кстати, и на Mi Band 5. И цена там сейчас разница где-то порядка 10-12 долларов. Если покупать с нуля, я думаю, лучше уже покупать, конечно же, Mi Band 6. Если у вас есть Mi Band 5, то предварительно, если больше дисплей не нужен, то, я думаю, возможно, менять и не стоит. Всем, кому этот видеоролик чем-то понравился или был полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и соцсети, делитесь этим роликом с друзьями, знакомыми, близкими, ведь многим оно может быть интересно и полезно. Ну и всем спасибо за просмотр. Всем пока, до новых встреч.